всем привет дорогие друзья всем привет сегодня 7 декабря суббота и в аланьи проходит очередной рождественский рынок в этом году два дня 7 7 и 8 декабря сейчас 5 часов вечера и мы с вами отправляемся на этот рождественский рынок в общем покажем расскажем но конечно же по ссылке в описании смотрите как рождественские рынки проходили в 2017 мы в 2018 году сегодня у нас в алании стоит очень хорошая погода было солнечно на солнце наверно градусов 19-20 было точно и в центре города очень много машин людей потому что сегодня рождественский рынок и кто-то уже уходит с этого рынка кто-то и только идет как мы на рождественский рождественский рынок открылся сегодня в 10 утра и программу рынка также можно было посмотреть в фейсбуке программа это всегда включает выступление многочисленных коллективов музыкантов танцевальных коллективов какие-то официальные речи ну и конечно рождественская рождественская атмосфера в общем сейчас посмотрим мы все увидим в этом году рынок мне кажется достаточно большой и народу здесь очень-очень много написано рождественский рынок и здесь наверно главный главный вход стендов очень много но по чуть-чуть сниму вам можно купить вот такие вот различные украшения для дома новогодние ручной работы из дерева вот такие вот красивые надписи добро пожаловать можно приобрести различную новогоднюю упаковку такой вот здесь санта стоит и всех куда-то приглашает рынок в этом году очень большой поэтому человек-паук даже есть представлено очень много различных компаний у разы вот какая-то студия хобби где делают вот такие вот красивые изделия на наши елки кстати также есть такие шишки чок бюзель вот такие вот различные красивые веночки вот такие вот венки ручную работу стоит 120 лет и мне рассказали что вот эти вот шишки им не страшно никакая погода они покрашены и запечены в печи можно например купить вот такие вот фонарики как искусственные свечки вот такого здесь веселый клоун мирова развлекают всех детишек вот такие вот красивые ангелочки стоят 40 40 лир различные новогодние игрушки ручной работы вот такие вот красивые шары которые можно повесить на елку также продают настоящие елки вот такая вот например стоит 300 лир вот такая вот поменьше 175 и вот такие вот башболдук и вот такие вот красивые кустики и венки тоже вот такие вот рождественские венки также на рождественском рынке представлены многочисленные иностранные организации вот здесь например стенд босницы которые проживают в Алании они здесь продают свои бюреки кстати босинские бюреки очень вкусные здесь у нас ассоциация и ребята из Палестины тоже продают свои традиционные блюда здесь здесь ассоциация иностранцев Алании был наверное розыгрыш на этом колесе здесь миграционная служба Алании здесь немецкий стенд они продают свои традиционные блюда наверное да какие-то бутерброды конечно же глинтвейн и мы уже видим нашу елочку вот так вот она будет выглядеть очень много здесь ассоциация церковная ассоциация Алании здесь представлено у нас культурный центр города Алании и общество Эдурус на стенде ассоциации Эдурус у нас есть турецко-русский Дед Мороз здравствуйте здравствуйте как вас зовут? меня зовут Мислим вы студент университета да конечно в Алании да учитесь на четвертом курсе? курса нет не идем на четвертом нет на третьем да и говорите по-русски немножко немножко да и учитесь на каком факультете? в Алании в Алании туризма туризма как вам быть Дедом Морозом? не понимаю хорошо а Снегурочка говорит по-русски? нет он не знает не знает чуть-чуть немножко по-английски в Алании в Алании в Алании спасибо вот такой вот у нас классный Дед Мороз и девчонки здесь из ассоциации Дурус что они у нас здесь продают разные вкусняшки девчонки расскажите что продаете? салаты русские русские салаты хлеб да капуста каша рыба холодец холодец хрен ага медовик ага торты здесь есть в общем здесь очень много народу и почти все все раскупили на сцене идут различные концерты кто-то поет сейчас играют солнце уже заходит ну а мы идем дальше вижу ассоциацию финскую финские флаги и здесь финны тоже продают все свои традиционные мирова традиционные сувениры и вкусняшки а также здесь финны продают изделия ручной работы вот такие вот красивые носки на зиму в Алании они кстати тоже могут пригодиться мирова здесь норвежский стенд и норвежский флаг и продают тоже очень и очень много красивых вещей различных сувениров здесь тоже продают традиционные сувениры здесь стенд в Польше в Польше в Польше у нас всегда очень активно Мероба 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 Как дела? Здесь у них всегда очень вот такие вот красивые различные сувениры вот такие вот с подсветкой всякие елочки очень много всяких красивых вещичек конечно же вот такие вот елочки здесь стенд Украины здравствуйте на стенде на стенде Украины есть наш хороший знакомый вы жили на Украине пять лет пять лет пять лет да я люблю Украину и хорошо говорите по по-украински да правда Анастасия индепендент актер правда спасибо и здесь ребята продают здравствуйте здравствуйте и здесь продают различные вкусняшки салаты это какой-то особый это какой-то особый тор а? кекс ага и вот такие вот сумки по пять лит для того чтобы ходить на рынок корректно корректно кушать 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 нельзя и наши флоры нельзя да и чтобы не использовать пластиковые пластиковые пакеты вот вместо них вот такие вот я презент спасибо нам подарили сумку все будет хорошо все будет хорошо здесь школа для детей с особенностями развития и учителя вместе с детишками делают вот таких вот красивых снеговиков различные поделки ну и конечно же тоже продают выпечку но вот эти вот снеговики просто потрясающе очень красивые и елка елка нарядная здесь тоже какие-то сувениры и мы чувствуем запах вкусной еды а здесь начались уже стенды различных ресторанов где можно купить разную еду хот-доги конечно же глинтвейн различные десерты кукурузу и очень вкусно пахнет пахнет различными десертами и чекефт но сейчас солнце уже спустилось и здесь мы увидели очень интересный стенд с сырами это у нас сыры какие-то фермерские сыры вот такая вот здесь красота а дальше очень много народу и трудно что-то здесь увидеть потому что все к вечеру погуляв по рынку очень проголодались и здесь пекут кёфте как вкусно пахнет кёфте пишите в комментариях кто любит кёфте кёфте это очень-очень вкусно здесь у нас традиционные турецкие десерты кабак кабак татласы сарма долма кисыр очень-очень много всего вкусного и здесь вот так вот стоят столы где можно сидеть и кушать мы дошли уже до конца рынка здесь здесь также продают кёфте и сучук а у этих милых девушек вот девчонки расскажите о себе у вас такие красивые шапки мы гномы там у девушки гномы у нас пришла такая идея замечательная сами мы из России из разных городов но нас объединило творчество вот мы создали такую маленькую сказку на этой ярмарке придумали себе костюмы пошили кто-то связал Светлана она связала я шила колбаки и Марина у нас чудесные сумочки шляп-монтажей носим и и вы все это продаете да? в инстаграме очень красивые у вас шляпы а на стенде что у вас есть вот я вижу разные тут текстильные сувениры игрушки куклы вы шьете непосредственно только под новый год или вообще нет всегда да ну может быть тематика раз гномы ага вот такие вот здесь красивые сувениры игрушки всякие разные тоже елочные куклы вот эти вот куклы тоже очень очень красивые и все это ручная работа да? все это прям ну и конечно же ни одна выставка ни один праздник не обходится без вот таких вот красивых тыкв ламп вы уже все знаете про эти лампы если вы хотите приобрести такие лампы можете мне написать на ватсап и я вам пришли фотографии и разные виды вот таких ламп потому что очень 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 много дед мороз надувной зазывает всех на рынок когда зажигаются огоньки кстати становится как-то более так празднично но мы сейчас идем мы сейчас идем пить чай и потом вернемся обратно к елке когда уже совсем потемнеет ну и конечно же не забывайте про наши прямые эфиры где мы разыгрываем новогодние сертификаты и подарки мы уже вернулись ночью и сейчас здесь проходит концерт посмотрим как выглядит елка вечером вернемся окей да теперь теперь а В общем, играет какую-то музыкальную игру. Но я пришла вам показать ёлку. Слишком много народу, поэтому ёлку с трудом можно увидеть, но эту же ёлку вы можете увидеть, приехав в Аланию. Она будет стоять до, наверное, 2-3 или 5 января. А на одном из стендов очень много вот таких вот Санта-Клаусов, ручной работы, но они просто шикарные. Мы надеемся, что вам понравилось это видео, что вам понравился рождественский рынок. Он проходит в Алании каждый год, поэтому приезжайте в декабре и сможете попасть на новогодний рынок. Мам, тебе понравился? Как у тебя впечатления? Расскажи. Понравилось, да. А больше всего? А ты же первый раз, да? Да, я первый раз. Больше всего вот эти, которые последние. Картины с огоньками? Картины и эти, кто там был? Санта-Клаус. Санта-Клаус. О, да. Санта-Клауса, ручной работы супер. В общем, на рождественском рынке можно найти кучу разных сувениров из разных стран, предметов ручной работы, новогодних и не только, но и, конечно же, очень вкусно покушать. Поэтому, друзья, всех приглашаем на рождественский рынок, в Аланию, в Турцию. Ну, а на сегодня мы с вами прощаемся. Всем всего хорошего. Пока-пока. Пока-пока. Всем приезжайте на рождественский рынок. И на Новый год. И в Аланию отдыхать. Да. Желательно летом.